МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Нет удобнейшего средства к приращению во всяком государстве народного благосостояния, как стараться приводить экономию в лучшее состояние". Из Устава Императорского Вольного Экономического Общества. 1765 год. В мире разворачивается очередная технологическая революция, основу которой составят информационные цифровые технологии. Не минует эта ситуация и Россию. Какие вызовы и какие преимущества дает нам цифровая экономика? Какой она будет, цифровая Россия? Об этом мы поговорим в очередной передаче Дом-Э из Дома экономиста Вольного Экономического Общества России. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас в гостях Алексей Сергеевич Минин, директор Института прикладного анализа данных Делойт, кандидат технических наук. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. И Татьяна Викторовна Ершова, директор Национального центра цифровой экономики Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Добрый день. Я признателен, что вы появились здесь у нас. Я думаю, что вы популярно объясните, что сегодня понимать надо нам правильно по цифровой экономике. Ну, подход к определению цифровой экономики не один, их много. И споры идут, и будут еще идти много лет, наверное. Цифровую экономику можно понимать в узком смысле, например, цифровой сектор экономики. Это ИКТ-индустрия, информационно-коммуникационные технологии, и все, что с этим связано, с их производством, распространением и так далее. И сектор контента, телевидение, собственно говоря, то, где мы сейчас сидим, это тоже сектор контента. И средств массовой информации. Но я, например, придерживаюсь более широкой трактовки, что цифровая экономика – это экономическая деятельность человека с использованием, на основе широкомасштабного использования цифровых технологий. Все то же самое, вся наша жизнь, только пронизанная цифровыми технологиями. Ваше мнение? Ну, о моем мнении, оно немножечко другое. Я считаю, что цифровая экономика – это немножко вульгарный термин, который появился в силу такого хайпа цифровых технологий. Я все-таки разделил бы экономику на две различные совершенно экономики. То, что происходит под влиянием цифровых технологий. Это экономика цифровая, экономика дематериализованного мира. То есть все то, что ушло в цифру, различного рода контент, различного рода деньги, например, и так далее. Вот все, что стало предметом цифрового представления, нематериального – цифровая экономика, и экономика, как мы ее называем, экспоненциальная. То есть экономика реального физического мира, но которая пронизана современными технологиями, экспоненциальными технологиями – искусственный интеллект, блокчейн, все то, о чем много говорится. Вот эта экономика. И это на самом деле очень серьезный фундаментальный процесс, который сейчас идет. Это расщепление постиндустриальной экономики на вот эту нематериальную цифровую, которая, кстати говоря, не является субъектом страновой экономики. Это вот очень интересный момент. И экономики экспоненциальной, которая является субъектом страновой экономики, экономика высоких технологий, если можно так сказать. То есть я бы определил скорее вот так. Знаете, у нас в экономическом обществе часто производятся, так сказать, беседы происходят на разные темы, производится такой анализ определенный по разным вещам. Цифровая экономика, конечно, это тема такая, очень требующая большого постоянного внимания, поэтому мы часто обсуждаем. Я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, такую нарезку, из того, что мы там обсуждали. В Доме экономиста состоялся форум «Обалкинские чтения», посвященный цифровизации и национальной безопасности. О необходимости цифровизации говорят давно и на самых высоких уровнях. Экспертное сообщество разделилось на два лагеря. Одни полагают, что цифровизация – ключ к решению многих проблем российской экономики. Развитие широкое применение цифровых информационных и коммуникационных технологий имеет решающее значение для повышения конкретно способности экономики, расширения возможности ее интеграции в мировой рынок, повышения эффективности государственного управления и местного самоуправления. Другие не верят в то, что цифровизация позволит стране совершить экономический рывок и приведет нас в светлое будущее. Сама по себе цифровая экономика никуда нас вывести не сможет, никакого чуда она не создаст и никакие рубежи развития мы не перепрыгнем. Это прошлое, это не завтрашний день. То есть мы по существу подбираем хвосты, мы плетемся, соответственно, в хвосте доводских рекомендаций. То есть наша цифровая экономика в том программе, которая была опубликована, она похожа на морскую свинку. Не морская и не свинка, не цифровая и не экономика. Много говорилось и о тех угрозах, которые несет в себе цифровизация в самых различных сферах, начиная с рисков в финансовой сфере и заканчивая гипотетическим бунтом идей, которому может привести развитие технологий. Вот все эти инновации и криптотехнологии, они в значительной степени сужают сферу деятельности, например, национальных денежно-кредитных регуляторов. Ибо на площадке национальных центральных банков, которые были всегда их епархией, их сферой регулирования, теперь появляются другие участники, которые на этих самых площадках начинают уже действовать от собственного имени. Тем самым снижая эффективность денежно-кредитной политики. В одном эксперты сошлись. В России есть все необходимые предпосылки для дальнейшего развития цифровизации. И пусть пока страна не входит в группу технологических лидеров, но уже есть положительные тенденции. О каких положительных тенденциях сегодня все-таки можно говорить? Смотрите, опять же, я бы в контексте того, что я сказал до этого, очень четко отделил бы все-таки экономику цифровую, которая нам так активно навязывается со стороны от стран, которые преуспели в этой экономике. Экономики вот этой экспоненциальной, которая строится на базе существующих активов страны. Действительно, в стране с одной стороны есть все необходимое для того, чтобы стать лидером, скажем так, именно экспоненциальной экономики. Я сейчас заведомо говорю слово экспоненциальной, не цифровой. Экспоненциальная экономика – это экономика эффективных инфраструктур и конкурентоспособных продуктов. Это не экономика торговли, потому что торговля становится предметом именно цифровой торговли. Это эффективные рынки, это глобализация торговли и так далее. Говорим только про инфраструктуру. Много очень дискуссий есть на тему, что у нас очень крупные госкомпании, и они вредят экономике. С точки зрения, возможно, постиндустриальной экономики – да. А вот с точки зрения, как ни странно, экономики инновационной и экспоненциальной – нет. Почему? Потому что вот эти вот огромные госкомпании на самом деле являются носителем огромного актива. И это не газовые трубы, это не менеджмент и не те деньги, которые у них есть. Это огромные наборы данных, а в совершенно уникальнейших задачах, которые перед этими компаниями ставятся. И будучи главным активом этих компаний, они предоставят из себя настоящие новые золотоносные породы для экспоненциальной экономики. Что я имею в виду? Если бы мы могли полноценно заниматься инновациями в этих компаниях, использовать те данные, которые у них есть, для создания суперуспешных транснациональных компаний, что я сейчас имею в виду, приглашаем какой-нибудь, условно говоря, стартап с суперкутой экспоненциальной технологией прогнозирования состояния насосного оборудования. Даем ему возможность поработать, например, в какой-то из нефтяных или газовых компаний. Они делают суперуспешный кейс, который позволяет кратно нарастить капитализацию этой компании, потому что это повышает эффективность в разы, например. В разы, допустим, да. И, как следствие, не поглощаем эту маленькую компанию, этой огромной компанией, что, естественно, произойдет, если это будет абсолютно рыночная сделка, а позволяем, даем ей денег, даем ей все условия для того, чтобы, кстати, компания, которая сделала кейс, например, в Газпроме или в Роснефти, выходит на рынок, для нее будут открыты все лучшие компании. Вот эта компания заработает мгновенно огромные деньги. И вот только так, с моей точки зрения, можно создать суперуспешные вот эти вот новые компании, которые прописаны, кстати говоря, в программе «Цифровая экономика». А человеческий капитал, кстати, вот человеческий капитал, о котором много говорится, и ребята, способные делать эти технологии, они есть. И деньги есть, и госкомпания есть. Нет среды, в которой они могли бы сотрудничать. Это очень серьезное ограничение. Неготовность госкомпаний заниматься настоящими инновациями. Полная курс на закрытость, курс на изоляцию. Ну вот часто говорят о драйверах такой нашей, скажем, если мы все-таки говорим о цифровой экономике. Часто говорят о драйверах. Значит, драйверы экономики, это могут быть и какие-то технические решения, так сказать. Это могут быть какие-то специальные решения госрегулятивных органов, которые могут так или иначе задать тренд движения и применения. Как вы понимаете ситуацию сегодня с этими драйверами экономики? Для меня, наверное, самый главный драйвер, это все-таки то, о чем мой собеседник уже упомянул. Это готовность человеческого капитала, готовность людей к использованию новых цифровых технологий для реализации собственных возможностей. Можно говорить сколько угодно о крупных корпорациях, о конкурентоспособностях, о превращении их в транснациональные и так далее. Я больше мечтаю, как житель цифровой экономики, как гражданин, живущий в этих условиях, чтобы все-таки у нас были возможности для ведения бизнеса. Маленького, индивидуального, чтобы каждый человек мог реализовать свой потенциал, будь то творческий потенциал или какой-нибудь коммерческий потенциал с помощью вот этих цифровых технологий в этом мире. Причем в глобальном масштабе, потому что цифровая экономика не имеет границ. Она глобальна по своей природе. Поэтому для меня самым главным драйвером, конечно, является готовность людей к восприятию этих цифровых технологий. Чтобы они их не боялись, чтобы они им верили, чтобы они умели защищаться от тех рисков, которые они с собой несут, в том числе с точки зрения кибербезопасности и так далее. И чтобы у нас была некая увлеченность этими технологиями для того, чтобы свой потенциал использовать художникам, тем, кто печет тортики всякие, шьет одежду и так далее. Потому что вот в этой, так сказать, экспоненциальной экономике каждому найдется место. И каждый может себя гораздо более успешно реализовать. И, конечно, бизнес-среда. Та бизнес-среда, которая сейчас в России существует, для этого не годится. Тут нужно пересматривать... Это еще одно ограничение, так сказать. Да, это колоссальный ограничитель. А драйвером может стать как раз снятие этих ограничений. Свобода бизнеса, свобода выражения собственных возможностей именно в экономической деятельности. Знаете, интересно, я дополню. Недавно мы обсуждали на какой-то конференции вот эту тематику. И мне очень понравилась мысль, которая очень четко была выкристаллизована. Что идет возврат к ремесленничеству. Но идет интересный... То есть не к тому ремесленничеству, которое было, а ремесленничеству цифровой экономики. То есть теперь, благодаря плодам вот этим маркетплейсам, платформам, и всему остальному, любой человек действительно может производить какой-то суперконкурентный, нишевый, очень маленький продукт, иметь возможность предложить его в Америке, Канаде, Германии, Японии, будучи находясь в Москве. То есть мне очень понравилась эта идея возврат к ремесленничеству цифровой экономики. Вы знаете, это вообще проявление глобальной тенденции, которая наблюдается сегодня в связи с развитием не только цифровых технологий, но и вообще технологического прогресса. Я хотел бы попытать вас на предмет, какие технологии, как вы вот видите, из цифрового пространства, больше всего могут в ближайшее время так повлиять на общественную жизнь и на ментальную, соответственно. Что важно понимать, это то, что происходит. К чему ведет дигитализация? Цифровизация-то, конечно. Мы ее называем цифровизацией, от английского дигитализации. Там есть мнение, как мы называем. Дигитализация управляет двумя видами технологий. Это технологии, так называемые десептив и дизраптив. Прорывные и пустые. Два еще, да. Те, которые пустые, это про британских ученых, это неинтересно. Да, которые мухи и котлеты, так сказать. А прорывные технологии приводят к трем последствиям цифровой экономики. Это дематериализация привычного нам мира, демократизация привычного нам мира и демонетизация товаров и услуг. Вот эти 3D демократизация, демонетизация и демократизация, вот они принципиально меняют мир. В какую сторону меняют? Три основных вещи, которые меняются в привычном нам мире. Первая – это смена бизнес-моделей компаний. Абсолютно другой подход. Гарвард вводит их в терминологии «модель сэндвича». Она называется, кому интересно, можно посмотреть. Сэндвич-модели. Это вот уберизация Uber и платформы. Вторая тематика – это совершенно иной подход к тому, как меняется капитализация компании. Если раньше вы запускали вот эти традиционные эскривы. Одна эскривая три года, потом вы, соответственно, на деньги, вот денежного потока уже стадии зрелости, вторая эскривая. Это вот как машины. Помните, они раз в три года – новая модель. Вот типичный пример классической фостиндустриальной экономики. То экономика цифровая – это экономика волатильности. Почему? Потому что бизнесы становятся, эскривы становятся маленькие, коротенькие. Они очень быстро меняются. И волатильность – это новая реальность, как правильно было сказано. Не помню, то ли уже Алексеем Леонидовичем, то ли Германом Оскаровичем. Это они взяли из исследований, так сказать, МИПИМа, по-моему. Да, я думаю, что да. Но что очень важно понимать, отсюда и пошли вот эта тематика цифровой экономики, вот эти вот акселераторы. Потому что нужно, вы должны из огромного количества продуктов, у которых очень короткий срок жизни и очень маленький вклад в капитализацию, выстроить большую эскривую бизнеса. И либо уход в ремесленничество в маленькие эти эскривые, которые позволяют семье сейчас… Либо если вы хотите строить большой бизнес… Ну, в любом случае, это меняется структура, так сказать, и производство. Совершенно другая экономика. Это вся комплинация, и другая экономика. И вот это все вместе, ну и подход к принятию решений. То есть, если раньше вы могли проанализировать структурный эксельчик, например, в виде отчетности, то сейчас это бигдата, не структурированные объемы информации. Совершенно другая жизнь топ-менеджмента. MBA канул в этом смысле в прошлое. Нужен новый и MBA, электронный MBA. Так вот, собственно, вот эти все тренды, о которых я сказал, приводят к очень серьезному фундаментальному экономическому сдвигу, о котором почему-то мало говорится. На чем построена была традиционная экономика? Экономика индустриальная и постиндустриальная. Она была построена на ограничениях пространства-времени, на материальности физического мира. Что я имею в виду? Раньше, если у тебя большая сеть отделений, как Почта России или Сбербанк, у тебя суперконкурентное преимущество. Потому что человек не пойдет, он не сможет объехать всю страну в поиске оптимального депозита. Или курьера отправить везде в всей стране. То есть вы пойдете в соседние магазины и в любом случае выберете в какой-то эпидементной окрестности. И поэтому надо было приближать магазин к потребителю. Абсолютно верно. Это шаговая доступность и прочее, прочее. То, к чему мы привыкли, то, о чем вы говорили. Что происходит в цифровой экономике? Мы берем первую производную, вот эта вся скорость, вот эта динамика, по сути, приходит к тому, что мы берем первую производную от тех пространственно-временных ограничений и получаем совершенно новые экономические барьеры. Барьеры, которые мы называем риск и скорость. То есть безумная скорость изменений, в которой вы должны участвовать. И мы это чувствуем, мы уже чувствуем, приложения меняются огромное количество. Да нечего же освоить уже новое приложение. Уже новое приложение, новые телефоны, которые уже там обновляются. И будет только нарастать. И второе – это риск. То есть какой риск при принятии решений, то есть, соответственно, на такой скорости мы можем себе позволить для того, чтобы оставаться успешной компанией, человеком, как часть, соответственно, экономики. Вот этот вот сдвиг конкурентных барьеров, он принципиально меняет привычный нам мир. И вот это очень серьезная вещь, которая, поверьте, это не только индивидуум касается. То есть то, что индивидуумы там... Это касается очень серьезно компаний, и это касается, в первую очередь, государства. Потому что то государство, как мы его знали, мы не увидели. Ну да, собственно говоря, и государство, и все государственные институты начинают видоизменяться очень сильно. И, в общем-то, даже в каких-то случаях исчезать и теряться. И в обозримой перспективе мы увидим совсем другое общество и совсем другое государство. И в основе этого лежат как раз вот эти все технологические сдвиги. Здесь как раз очень важно, что государство может принципиально измениться, именно как поставщик услуг для своего общества. И услуги эти должны стать, по моему мнению, все более и более проактивными. Когда человек живет и часто даже и забывает о том, что там через три месяца ему будет 60 лет, он должен на пенсию идти, чтобы ему об этом государство каким-то образом напомнило. Для этого технологии существуют, и они очень простые. Или там льготы какая-то семье многодетной, или инвалиду какая-нибудь льгота, чтобы государство даже опережало самого человека в предоставлении ему вот таких вот услуг. И цифра здесь, конечно, просто грандиозную роль может играть. И вообще проактивные услуги со стороны бизнеса населению, со стороны государства населению, это та перспектива, в общем-то, светлая, за которую я, например, так люблю цифровую экономику. Ну, теперь тогда встречный вопрос. А за что вы ее не любите? Какие есть, кроме светлых перспектив, темные? Какие есть угрозы? Значит, в сегодняшнем понимании, так сказать, может, недопонимание ситуации, да? Понимаете, говорить об угрозах, это, в общем-то, наверное, неправильно. Потому что это вещь диалектичная очень. То, что сегодня страшно, завтра будет вспомнить. Угроза и возможность, они идут как-то вот рядышком, рука в руку. Поэтому надо не бояться, а надо пытаться высмотреть для себя возможности во всем этом. Поэтому, когда мы, например, там говорим, ах, там большой брат, вот, всевидящее око, которое на тебя смотрит. Технически для большого брата сейчас все возможности есть. Да, да. А как же наше конституционное право, так сказать, что мы защищены, имеем правеси? Ну, понимаете, опять-таки, правеси... Но, опять же, с другой стороны, мы имеем право на безопасность, конституционное право. Конечно. Понимаете, мне, например, не страшно, что государство там может отслеживать какое-то мое поведение, и на основе анализа моего поведения может мне предлагать даже какие-то сервисы. Если это для этого используется, то с большим удовольствием, мне скрывать нечего. А если для того, чтобы рассказать о ваших похождениях вечером в ресторане, так сказать, все прессы... Вот, понимаете, это другое вопрос. Без вашего ведома. Это неприятно, но ведите себя хорошо, в конце концов. Вот, как себя вести, условно говоря, так сказать, да, значит, решает каждый сам в соответствии с тем, как он представляет себе свою жизнь, да, значит, ну, исходя из своих возможностей, да, значит, право на защиту его частной жизни, да, имеет каждый, независимо от того, как он себя повел или прочее, да. Вот, а вот здесь все-таки это угроза или не угроза. Я вот оцениваю это все-таки как определенную угрозу, вот этой части, так сказать, да, конституционного обеспечения конституционного права нашего человека, так сказать, гражданина, на конфиденциальность. На самом деле все эти вещи как-то должны быть отрегулированы. Так же, как использование, извините, так сказать, ну, не знаю, кухонного ножа, да, можно, извините, резать колбасу, да, а можно там, извините, использовать как оружие, да, но мы же договоримся о том, как это использовать, то есть понимаем, какие-то есть нравственные, какие-то, да, моменты, которые мы используем в качестве основы для формирования права, да, вот, так и здесь, наверное, как-то должно быть регулировано. Я вот, если позволите, недавно был в Америке введен очень правильный термин, с моей точки зрения, в отношении нас, обычных людей, называется он информационная гигиена. Вот мы же привыкли умыться по утрам, ну, да, точно так же и ходить там в глаженной одежде, точно так же мы должны привыкнуть к мысли, что должна быть определенная гигиена в вопросах пользования социальными сетями, что не все надо туда писать, и не обо всем там надо писать, и что когда ты там говоришь, на улице ты мог бы за это получить по лицу. Совершенно верно. А это, то есть вот это чувство мнимой безответственности в отсутствии информационной гигиены, оно очень опасно. Ну, это надо воспитывать, и это надо регулировать как-то, наверное. Это вот одна часть, да, истории. Но это вопрос воспитания, как и во всем, да. Это не регулировать надо, это действительно вопрос воспитания и в семье, и в обществе, и в школе. А, допустим, хорошо, этот пример получил по лицу за то, что сказал нехорошее, так сказать, слово в адрес другого, да. Это же регулируется у нас законодательством уголовным, так. Что можно сказать, а за что можно получить, и что за это будет, так. Почему здесь нельзя регулировать? Ответственность, например, за высказывания в интернете, разжигание национальной розни, так сказать, какие-то пранкерства, так сказать, и так далее, и тому подобное. И должна быть ответственность какая. Видите, для меня лично всегда излишнее регулирование было индикатором неразвитости. Вот я тоже говорю, что мне там нечего скрывать, пожалуйста, в общем-то, я не боюсь, что там государство посмотрит, чем я занимаюсь на госуслугах, или в Фейсбуке, или ВКонтакте. Но есть другая грань, например, мы все время говорим, например, медицинские данные. Вот хочу ли я, чтобы, например, мои медицинские данные, чем-то я заболел. Не хочу, чтобы это становилось аспектом для обсуждения. Оно становится, потому что где-то произошла утечка. Поэтому здесь очень много возникает вот этих вот аспектов, потому что системы IT все больше пересекаются, все больше интеграции, все сложнее понять, где эта грань проходит. И защита не отработана, так сказать. И я считаю, что бесполезно здесь заниматься защитой. Ну, какая-то защита должна быть от дурака. Но если кому-то будет надо... Всегда найдется эксперт, который круче, чем тот эксперт, который... Придумал защиту, да. Тут все-таки нужно работать больше, я согласен, с точки зрения воспитания и общества. То есть тут все-таки гуманистические ценности выходят на первый план. Надо понимать, что главный барьер это наше осознание, что делать можно, а что нельзя. Как говорил известный философ, нравственный закон внутри нас. Поэтому этот самый закон надо как-то выявлять. Я хотел бы задать вам вопрос, как специалистам. Сейчас новый закон готовится, регулятивная норма некая по цифровой экономике. Какие здесь подходы должны были быть главными? Можно отсутиться и сказать, нужно что-то типа из серии фильма «Я робот» нужно. Три закона робототехники, которые вы все объяснили. Типа из серии «Не убей, не укради». На самом деле, если говорить серьезно, я думаю, что регуляторная специфика безумно важна. Потому что это будет то, что будет отделять страны, которые преуспеют в этой тематике, от тех, кто не преуспеет. И здесь, к сожалению, с моей точки зрения, цифровая экономика изначально создавалась и будет создаваться странами, которые имеют регулирование, основанное на кейсах. То есть регулирование не по принципу «сначала все запретим, а потом будем потихонечку приоткрывать различные». А сначала все разрешим, а закрывать будем те проблемы, которые... Все-таки должно быть регулирование такое, как в Соединенных Штатах прецедентное законодательство, когда надо сначала дать возможность всем делать то, что мы хотим. Проявить. Исходить из того, что люди в первую очередь все-таки хотят делать благо для общества, а не зло. А по мере возникновения ситуации ограничивать. То есть увидели, как неправильно используется технология, ограничили эту технологию. Вот сейчас эта история с мессенджерами. Способствует ли это? Ну, конечно, нет. Поэтому будут ли эти террористы использовать другие системы? То есть вы сознательно толкаете их на креатив. Потому что чем больше мы запрещаем, для креативного человека это возможность всегда искать выход из ситуации. Все равно обойти это регулирование. Поэтому мне кажется, что если мы хотим все-таки... Вот сейчас очень много говорится о регуляторных песочницах, там центральный банк делает, там пытаются делать различные вещи. Наверное, это единственная возможность для нашего типа регулирования как-то двигаться вперед. И, наверное, оно так и будет двигаться. Очень хорошо, что и центральный банк, и много других компаний в эту сторону двигаются. Но все-таки цифровая экономика нуждается в прецедентном законодательстве. Очень важно, мне кажется, сделать все-таки нормативное регулирование цифровой экономики таким, чтобы деятельность в обычной жизни, традиционной нашей экономической, социальной жизни, и в цифровом выражении, чтобы они приравнивались друг к другу, как цифровая медицина, например. Мне очень нравится пример, что сейчас виртуально может поставить диагноз врач, поучаствовать в формировании диагноза издалека. Не обязательно вести человека к нему. Вроде бы хорошо. Один врач обязательно должен смотреть его физически, а второй может и виртуально посмотреть. И вот они уравниваются в правах. То есть телемедицина, безусловно, очень важна. Или цифровая подпись, или сделка в электронном виде. Вот эта виртуальная деятельность и наша реальная деятельность, они должны быть уравнены в правах. И вот в этом направлении нужно двигаться, мне кажется. Популярность системы возросла наимоверно. Если кто-то интересуется этой тематикой, у нас в Вольном экономическом обществе, в библиотеке Вольного общества имеется большое количество литературы по этому вопросу. Новое свежее поступление. Вот недавняя книга поступила к нам. Торговля 4.0. Цифровая революция в торговле. Стратегии, технологии, трансформации. Торговля очень многих людей затрагивает. Практически каждого из нас, мне кажется, может быть интересно. Ну и у нас в Вольном экономическом обществе издается журнал «Вольная экономика», который анализирует состояние дел в экономическом направлении, развитие экономики России. Есть здесь и материалы, очень много материалов по цифровой экономике. У нас даже один из номеров, недавний совершенно, был посвящен целиком цифровой экономике и развитию цифровых технологий. Поэтому приглашаем всех присоединяться к нам. У нас начинается подписка на этот журнал. Уже можно будет оформлять с этого года. Вот работает сайт журнала по электронному адресу, который вы, уважаемые телезрители, видите на экранах. Ну и, уважаемые коллеги, я благодарю вас за беседу. Мне показалось, что мы затронули очень много важных вопросов. От самого понимания, что же мы обсуждаем, и до того, как это мы можем или правильно должны были бы регулировать. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Всего вам доброго. До новых встреч. Добро пожаловать в уютную гостиную Дома экономиста. Дружеская атмосфера, яркие гости, острые вопросы, откровенные ответы, экономические прогнозы. Умному достаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok